Несмотря на то, что они в доспехах, попадают удары по кистям, по стопам, иногда даже по лицу попадают и соответственно могут быть очень серьезные травмы. А в принципе, это все довольно весело, это довольно развивающе, можно так сказать. Можно окунуться в другой мир. Немножко. Вся эта суета, которая сейчас нас накрыла, она подавляет. А вот подобные мероприятия заставляют немного себя отпустить. Ну это же физически еще нужно быть подготовленным, да, чтобы выступать. Не просто взял, вышел, там с дивана поднялся и пошел мячом подать. Вы же готовите. В принципе, в принципе. Сначала люди это видят. Потом встают также с дивана, отрякивают крошки с себя, вытирают пивные кельчупы и пятна, берут в руки мечи, луки, приходят сюда и говорят, я хочу. Ну кто же мы такие, чтобы отказывать. Пару раз побили, он понял, хорошо, надо немножко привести себя в порядок. И уже каждый сам задумывается, нужно ему это или нет. Как правило, раз сюда пришедший, от суда уже не уходят. Его сделал мастер из Китая, не поверите, из города Рянган-Сухарик. Заказал я его два года назад, но вошелся он мне где-то в тысячу шесть. А вот все снаряжение, за исключением нарушений, это я уже делал с ним. Алексей, давай! Давай, Рома! Смой эту калисперту! У вас сейчас так славно били и вы так били. Неужели вы правда не ощущаете вот этих ударов? Ощущаем, конечно, это больно. Не, ощущаем, конечно, удары чувствуются, но если нормально подогненное снаряжение, то есть если посмотреть, у меня вот присогнутые руки, здесь нет никаких щелей. И куда бы ни попал удар, он попадет в защиту. Если пренебрегать этим, использовать мятое там железо, еще что-то, конечно, удары эти чувствуются, они травмоопасные, достаточно, ну, железка. Вот. Поэтому, ну как, они ощущаются, ну как в боксе, как в любом другом единоборстве, как бы мы чувствуем, но при этом в горячке боя на адреналине, как бы, ну, продолжают драться больно на следующий день обычно. А это все выкованно, правильно? Ну, не совсем. Сейчас обработка происходит на технологичных станках. Ну, как бы, это просто... Вообще, такой доспех, это не реконструкция. Это что-то отдаленно напоминающая стилизация. Выглядит приблизительно как что-то. А он должен отвечать другим требованиям. Средневековый доспех отвечал с одним требованием, владельцы не должны были убить. А у нас другое, владельцы не должны травмировать. Это другая немножечко геометрия, немножко другое, но... Стилистически это действительно напоминает аналоги XIV-XIII веков. Потому что они являются оптимальными для вот подобного рода деятельности.